О, рекомендация по нанесению. Нанесите корректор. У Лавель что-то странное с оттенками. Но для меня это уже перебор. Я выбрала именно эту. За вас. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ушки Мода Полиэстро. Сегодня наконец-то обзор на Лавель Коллекшн. Ребята, я такой жареный гусь. Я очень долго затягивала этот видос. Не знаю почему, часть мне пришла в пиар-рассылки, за что Лавель огромное спасибо. Однако это еще ничего не значит. А некоторые вещи я купила сама после того, как я вам в каком-то видосе про Вайлдбрис. Самая дешевая косметика. Я немножко болею, поэтому приношу извинения за то, что я странно разговариваю. После видоса про самую дешевую косметику с Вайлдбрис, где я вам показывала этот тон. Я докупила стик, но он мне в рассылке также пришел. Теперь у меня их два. И вот этот спонж я взяла на яблоке. Я его отмыть не могу. Пользовалась один раз. Мне он кажется каким-то странным. В нем или латекс есть, я понять не могу. Регулярно очищайте спонж. А состав... Ну ладно, потому что когда я его мою, он ведет себя как старый-старый спонж. То есть он тяжело расправляется под водой. Походу в нем есть латекс, не знаю. Лавель коллекшн или просто лавель, это наш бренд российский, по-моему, если я не ошибаюсь. Возьму праймер Джом, там представлен данный бренд на Вайлдбрис. Ну не только Джом, там Джом здесь, но еще и лавель. На яблоке тоже есть. А еще я видела в улыбке радуги, если я не ошибаюсь. Да-да, в улыбке радуги в Северодвинске видела. Поэтому купить можете где угодно. Это достаточно дешевый бренд, я прямо скажу, да, дешевый. У меня сегодня нет крема, у меня только вот этот праймер Джом там. Но есть тонер от Нивея, вот этот с лотосом. Так вот, лавель бренд достаточно дешевый. Я в свое время вот этот тон, который успешно наношу уже в соседнем окне, покупала за 130 рублей буквально. В нем 30 мл, у меня оттенок 0,4 медовый. Знаете почему? Потому что я медовый гусь. О, матирующее покрытие для любого типа кожи, нежная текстура. Но я бы не сказала, что для любого типа кожи сухой, наверное, он не очень подойдет. Но он не такой плотный. И в плане плотный по текстуре имею в виду, да, он все перекрывает. Это достаточно перекрывающий тон. У него не настолько сухая текстура, как у того же самого Maybelline, например. То есть он такой жидкий. Вообще мне этот тон понравился. Я удивлена, что за, ну буквально, да, за 150 рублей можно найти хороший адекватный тон. Кстати, я вам не показала, что у меня сегодня, ребят, приношу извинения. Давайте прервем Марину в соседнем окне со своим тоном. Спонж шел вот в такой коробочке, могу выкинуть. Та же пудра, что была в видосе про самую дешевую косметику, она пришла мне с Wildberries, ну вот в таком виде. Ничего страшного, все равно я ей пользовалась. Палетка, румяшки, тушь, контур, блеск. Гель для бровей, спойлер, мне он вообще не понравился. Две цветные подводки. Ну и так как отражателя хейтеров у меня нет, я взяла вот этот от Larossa. Ребята, этот спонж есть очень много тона. А у меня получилось среднее такое покрытие. Мне спонж вообще не понравился. Но он и стоил 100 рублей. Так, идите ко мне поближе. Если вы где-то видите белое что-то, это сухой шампунь. Потому что я всегда, когда укладываю, заодно укладываю и на сухой шампунь. Окей, вот так я выгляжу. Давайте сразу же стик опробуем. Кстати, тон 0,4 достаточно светлый. Стик идет в коробочке, это мне очень нравится. Оттенок 0,6 кофейный. Еще вроде бы такой же стик есть с румяными. Ребята, я сегодня говорить вообще не могу, не знаю почему. О, рекомендация по нанесению. Нанесите корректор на лицо. Можно воспользоваться кистью или кончиками пальцев. Растушуйте. Схемка здесь такая замечательная. А сколько граммов? Ой, дать поглядим. 9,86. Нормально для стика. Он вот так и идет. То есть ниже он не опускается. Я им пользовалась. Это не очень удобно, что он так торчит. Как бы он выкручивается, да, но... Все. That's all, folks. У него странный-странный аромат. И, ребята, это очень прям очень пигментированный контур. Я предположу, что он бесконечный. Я предположу, что его хватит на достаточно долгое время. Потому что я едва прикоснулась. Ой. Его надо совсем немножко. Единственное, что меня очень сильно смущает, это его аромат. Ну и цвет, понятное дело. Он кажется холодным, но вот на мне, когда... Это что здесь такое у меня в брови? Какой-то друг пришел нехороший. Так вот, на мне он выглядит теплым. Хотя на некоторых тонах, которые моего цвета, да, то есть этот сейчас почему-то очень светлый. На некоторых тонах данный контур краснит. То есть он прям красный-красный. Сейчас немножко теплый. Что ж тут такое? Ну-ка, уйди. Сейчас теплит немножко, да. Я этот стик тестировала много раз на разных тонах. И отвечаю, на всех он был красный. Но сегодня он чуть-чуть теплиночку выдал. Очень пигментированный. Это, конечно же, меня радует. Но цвет и аромат... Самый главный минус это аромат. Так, я сегодня очень светлая. А что мне взять-то? Ну, консилер тогда возьму вот этот вот Maybelline. И рейзер у меня уже очень мало осталось. Я вообще удивлена, как я им пользуюсь. Потому что мне он не нравился. А сейчас что-то не знаю, понравился. Конечно, когда уже заканчивается. Я не помню, что мне он так не нравился. Китайская версия, кстати, была очень хорошая. А та, которая у нас продавалась, не очень. Я еще хотела что-то у меня... Ребята, вы у меня просили гель. Но не вот этот вот бренда. Сами знаете, какого, да? Но есть такой же Frey Avivere. Я его показывала в нескольких видосах. Но я его потеряла. Я сейчас, когда брови уйду делать, я его найду. Но, конечно, еще этот гель вам покажу. Пудра, да. Ну, чего, я вам ее уже показывала. Ну, давайте еще раз покажу. Мне ж не сложно. Забыла, как открывается. По-моему, надо крутить. Нет, крутить ничего не нужно. Здесь очень много грамм SPF 15. Но я предположу, что много грамм я на самом деле не очень это хорошо помню. Я пытаюсь вам пудру показать. Она на камере светлая. Но в жизни она кажется очень темной. И прям оранжевой-оранжевой. У Lovell что-то странное с оттенками. Но мне она как будто прозрачная, я бы даже сказала. Кисть у меня за Evo 126. Она вообще-то для румян. Ну, я иду против системы. Что у вас есть от Lovell? Я помню, я когда-то подводку, по-моему, покупала. Это кисть Mary Kay. Ну, что ж такое, надеюсь, что я бронзером себя исправлю. А то я белая-белая. Let's have a toast. I love toast. Ну, окей. Очень жаль, конечно, что она у меня разбилась. Сколько граммов, я вот так и не помню. Здесь, по-моему, нигде не было. 10 граммов. Окей, нормально. Хотя, кажется, что больше. Окей, ребята, я отбронзируюсь вот этим отвратительным бронзером от Visitions Formula. Он вообще не стойкий, не кокущий, но как по мне. Еще здесь кисть есть. Я вчера и пыталась воспользоваться. Но я вам вот что скажу. Но я вам вот что скажу. Она как щетка для обуви. Она очень-очень плотная. Ей, наверное, зубы можно очистить. Не знаю, слышно ли было. Она очень, она прям очень плотная, как из лески. Поэтому нахер эту кисть. Но отбронзируюсь. Окей. И вернусь к вам с хайлайтером. И с гелем для бровей. Надеюсь, что гель для бровей от Freya Beaver я найду. Готово. Я, как обычно, забыла про румяшки. Но давайте начнем с бровей, ребята. Вот такой гель от LaVelle. Они мне его отправляли. В нем целых 9 мл, но я скажу честно, он вообще ничего не делает. Брови я нарисовала карандашом от Golden Rose в 103 оттенке. Маркер у меня вот этот где? И вот этим маркером от Vivienne Sabo. Это оттенок 02. Сколько бы я этого геля не наносила, он вообще не рабочий. Но я сегодня нанесу прям много-много. Здесь еще ограничитель, вообще почти не выдает гель. Вот так уложу, погляжу, что будет. Но мне он не понравился. Я тестировала давно, где-то в начале мая. Очень странный бренд Freya Avivere. Я его показала в нескольких видосах. Это гель, в нем 4 мл. Ну-ка, в Pussy Clean Pussy Time Pussy Freya сколько? 5. Окей. В принципе, одно и то же, на самом деле. Мне и Pussy этот понравился. Он похож очень на мое любимое мыло от LN Pro. Ну и вот этот Freya Avivere. У него, кстати, приятный аромат. Держит он точно так же, как и Pussy. Я вот сегодня укладывалась на новый крем от L'Oreal. Мне он так понравился. Но почему я опять пушистый жук? Видимо, из-за сухого шампуня, да? Предположу, что в этом проблема. Так, переходим к румяшкам. Наконец-то. А то я опять забыла. Каждый раз вот я просто настолько румяна не люблю, что мне это вот напрягает, и я про них забываю. Формула разработанного Франции. Изготовитель Франция. Адрес изготовителя Китай. Оттенок у меня 04. Ягодный. Давайте нанесем румяшки. Мне уже страшно. Зная пигментацию этого стика от L'Aveille, я боюсь. Я боюсь. Взяла вот розовый цвет. Ну, для меня это уже перебор. Для меня это уже очень ярко. Пожалуйста, можно как-то... Залипло, что ли? Ну, залипли румяшки, ребят. Вообще не тушуются. Вот залип, видите? Ну, как хорошо, что у меня есть спонж. Ужас. Какие-то они странные. Консилер вот здесь я закрепляла пудрой от Vivienne Sabo, потому что, ну, лавель, она у меня разбитая. Так, теперь беру красный. Вот на эту сторону. Боюсь, но наберу побольше. Пожалуйста, растушуйся. У меня хорошая кисть. Этот цвет почти не отличается от розового. Но вот я поняла, как... Ёп! Вообще румяный пирожок. Надо с этими румянами... Да блин, ужас! Я теперь точно клэун! С этими румянами надо быть очень осторожными. С Watch 1, 2... О, очень нежная, кстати, текстура. Розовенький. Это вот красненький. С ними надо, наверное... Хотя это тоже выглядит розовым. Ладно. С ними надо быть очень осторожными. И, вероятнее всего, ребята, наносить натуральной кистью, чтобы не было вот... Скажите, пожалуйста, я румяна не люблю. Поэтому мне кажется, что оно на мне выглядит, как наклейка. Может быть, я нанесла как-то неправильно. Идите тогда ко мне на максимум. Ну, блин, как-то... Для меня это перебор. Факты. Меня уже ничего не спасет, но порадует меня Берн. Переходим к хайлайтеру. Я что-то никак его из коробки не вытащу. Кстати, Лороса молодцы, что у них коробушки были на скотче. Crystal Bomb Baked Highlighter. Окей. Я возьму кисть от Заева. Это у меня для хайлайтера 105-я. Прям очень активно наберу, потому что надо перекрыть эти румяна. Блин, нормальный хайлайтер. Я не помню. У меня был обзор на Лороса. Целых два, ребята, обзора на этот бренд было. И вот недавно я показывала хайлайтер. Ну, как недавно. Опять-таки в марте, наверное. Или вообще в феврале. Хороший хайлайт. Но я очень белая. Он, кстати, такой прозрачный. У него нет никакой этой подложки. Натуральная кистью вот этой Заевской наносится просто превосходно. Видите, даже полос нет как таковых. Ну, тут румяна, поэтому натерлась. Я очень довольна. Сейчас сделаю сводч. Тут, стоп, минутку. 9 граммов. Подождите. Изготовитель Юву Мункинг Юву Сити Джанжанг Провинс. Походу, в одном городе изготовлено. Но насчет одного завода не уверена. Это разные бренды. Лавель и Лороса. Сводч. Подождите. Я побольше наберу. И при вас наберу тоже, чтобы вы не думали, что я что-то обманываю. На темной стороне, чтобы было виднее, что у него нет подложки. Прозрачная такая вещь. Классный отражатель. Так, я издалека смотрю. Ох. Ребят, кожа как стекло. Вообще шикарно. Цену, я надеюсь, на экране прикрепила уже. Я белая. А этот бронзер от Physicians Formula. Он пахнет, ну так, не очень. Но кофе. Кофа. Пахнет он хорошо. В нем 11 граммов. Но, ребята, мне он не нравится. Он вообще не стойкий. Текстура нежнейшая. Цвет приятный. Но такой теплый, да, достаточно. Но он не стойкий. По-моему, опять очень светло. Ладно, я тут на максимум приблизилась. Давайте делать глаза. Гель. Ну, вообще ни о чем отвечаю. Этот, ну, блин, это жидкое мыло. Держит, конечно же. Мне интересно, сделать ли блеск полоску. Сейчас на мне вот это масло от Vivienne Sabo. Нормальное. Просто он такой дорогой был. Я поэтому им пользуюсь. Чтобы допользовать. А то я масла только вот Beauty Bomb пользовала. У вас что есть от L'O'Rosa? Мои вот любимые вещи, помимо этого хайлайтера, мне очень нравится подводка вот эта, L'O'Rosa. Я хочу еще другие оттенки купить. Потому что это прекрасно. По финишу она очень похожа на эти тени от Stellar из черно-белой коллекции. А что от Lovell у вас есть? Да, от Lovell. У меня, говорю, была подводка когда-то в свое время. Может, я путаю. Так, поехали. Какой праймер? А, подождите, я блеск хотела взять. Карандаш Divas. Мне он очень понравился. Это оттенок 0,7. Какао, какао, ко, ко. Ох, я такая румяная трэш. Вот будет видео про оливок. Убиви засохли. Про оливку и подтон кожи. Я там поясню, почему, ну вот, мне это не нравится. И мне кажется, что они это не идут. Потому что если вы оливка, не важно, теплая или холодная, ну какие розовые румяна, да, оливка. И оливок, кстати, больше, чем вам кажется. Это не редкий какой-то подтон. Ну так вот, рандомно карандашик нанесу, все готово. Посмотрю, сушит ли блеск. Оттенок у меня 0,3, в нем 5 мл. Diamond Glass. Ммм, пахнет фруктом. О, вау. Такие у него зелененькие блестяшки. Ой, мне нравится. Я люблю такое. Еще и оттенок симпатичный. Напоминаю, у меня 0,3, да, уже. Я сняла наклейку. Я уже забыла. Так, палетка. Значит, мне предлагали несколько разных палеток на обзор. И я выбрала именно эту, потому что я на нее обзоров не видела. Видела на длинные вот эти палетки, там где Duochrome 1 есть, а вот на эти нет. У Lovell несколько оттенков этих палеток. Моя в оттенке 01 Jungle. Я реально долго выбирала, остановилась на этой, потому что она зеленая. Один глаз, конечно же, сделаю зеленый, а второй оранжевый. Но второй сделаю отдельно. Что-нибудь интересненькое постараюсь с ней сообразить. В ней 9 оттенков. И как я вижу, истинно матовые всего лишь 3. 1, 2, 3. Да, остальные матовые с блестками. И 3 металлика. Хотя нет, даже не металлик. Это больше похоже на Sparkle. Сзади написано, что срок годности 48 месяцев с датой изготовления. Но вот эта баночка говорит нам о том, что после открытия срок годности 18 месяцев. Однако, ребята, сухие продукты можно хранить и можно ими пользоваться достаточно долго. Праймер я очень хочу взять Wet'n'Wild. Сейчас тестирую, кстати, Сергея Наумова косметоз. И мне что-то мало что зашло. Так, здесь будет Wet'n'Wild. Спонж вообще мне не понравился. Не первый раз, когда я пользовалась. И мне сейчас он очень много тона ест. Наносит-то хорошо. Когда я его мыла, он был как будто ему уже больше 3 месяцев. Хотя он у меня новый. Ну, непользованный, понятное дело. Наверное, повторюсь, это из-за латекса, да, в составе. Хотя я состав не нашла. Не похож он на латексный спонж. Сейчас мало кто делает спонжи из латекса. Да хер знает, короче. А что сделаем? Ну ладно, возьму самый светлый. Кисть у меня сегодня вот такая. Это вот с амбьюри, она натуральная. Самый светлый зеленый. Ой, тенюхи пылят. Нормально так набралось. Палетка такая. У меня летний вайб какой-то появляется. Конечно, тут он насыпался уже. Блестки летят эти во все стороны. Ой-ой-ой. Так, хорошо. Такой сегодня-нибудь макияж странненький. Смотрите, сколько у меня тушевочных кистей. Очень мало, потому что я несколько других наборов отложила в другую сторону. Эту кисть вообще отмыть не могу. В другую сторону? В какую другую-то? Просто убрала их пока что. Не знаю зачем и почему я такую маленькую кисть сейчас беру. И такую легкую. Не знаю. Попробую ей что-нибудь сделать. Коричневый. Холодный, как по мне. Посмотрю, как работает. От светлого к темному. Мне очень интересно. Тоже я сказала, что что-нибудь сложное сделаю. Но как-то у меня нет на это настроения. Потому что палетка достаточно, не скажу, что она ограниченная по своей цветовой гамме. Но зря я эту кисть взяла, конечно. Опять тут намудрю. Темно-зеленый брать не буду. А я это, темно-зеленый на нижний век возьму. Почему бы и да. Он просто тоже, видите, с блестками. Тени очень сильно сыпятся. Прям очень сильно летят во все стороны. Но убираются достаточно... Ну да. Вроде неплохо. Но то, что они летят, ладно. Возьму темно-коричневый. И все-таки здесь постараюсь поправить. Сложно, сложно. Так, нижний. Ау. Блин, ну... Тени, конечно, у лавель. Но... Ну такое. Я ничего сделать не могу почему-то. Особенно вот этот вот угол запорола, как обычно. Так, светло-зеленый. Иди на помощь. Блин, ребят, мне не нравится. Хоть смывай. Я все испортила. Ладно. Что ж такое-то? Ну, яркий, который металлик, кажется суперярким. Я его возьму в другое место. Ну, на этот глаз. А сюда без клея посмотрю, как работает. Зеленый сатинчик. Так, верхний слой я сняла. Без клея вообще не хочет работать, конечно. Но это сатин. Его на клей как бы не стоит наносить. Потому что все скатается. И сделает жопу носорога еще на глазу, к тому же. Она уже немного как-то века подстянула. Блин, ну как-то это лавель. Я туда залезала кистью, он уже замылился. И на палец набираться не хочет. Не, ну как-то грустно. Да, что-то вообще. Ваша недовольна. Так, возьму этот карандаш. О, бьюти бомб. Они у меня здесь, что ли? Я что-то думала, они у меня в другом месте. Возьму зеленый карандаш. Хочется какую-то яркую слизистую. Тени вообще, ну вот зеленые, ни о чем. Абсолютно ни о чем. Меня это не может не расстраивать. Я сижу уже как грустный голубь, свалившийся с небес. Меня это напрягает. Так, возьму. Ребят, вот при вас набираю, чтобы вы не подумали ничего. Вот этот яркий, красивый. Ну, что-то похожее на спаркл. У Лароса, кстати, тени тоже такие не очень. О, мой. Вот это я понимаю, лавель. Вот это постарались, да. Это уже моя остановочка. Ну, попробую нанести. Что-то мне глаз подпекает. Попробую нанести его в центр. Айхер с ним уже этот макияж испорчен в конец. Поэтому продолжаем портить его до последнего. Вот такая штука. Это подводка-маркер. Мне очень нравится. Она называется тату-маркер Пхену. Ладно, феноменал. Мне очень нравится то, что здесь есть наклеечка. И сзади наклеечка, какого цвета ваш маркер. Я хочу, понятное дело, взять зеленый. Но я его, когда открывала, я его случайно задела. И он не совсем зеленый. Он больше как синий. Вообще полупрозрачный такой. Какой-то не очень. Но они у меня лежали. То есть не стояли вот так, как надо вниз. А лежали вот так прямо. Это был оттенок 0,4. Это 0,3. 0,3 уже поярче. Ну, сравните. И не такой полупрозрачный, как вот этот. Что не так с зеленым. За зеленый очень обидно. Ну, ладно. Я доделаю ужас. Этот глаз как-нибудь... Не знаю, как я его исправлю, но что-нибудь сделаю. А здесь оранжевый возьму. Поэтому буквально секунду. Сейчас вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Готово. Ребята, я переделала этот глаз полностью. Я не буду его близко показывать, потому что это отвратительно. Тушь, на удивление, раскрасилась. Я вначале сказала, что она мне вроде бы не понравилась, но она ставит ресни. Ну, я уже наклеила и здесь, и здесь, но она их немножко как будто подкручивает и удлиняет однозначно. А у меня ресни очень короткие, но, думаю, вы по нижнему можете заметить, что эффект достаточно эффектный. Мне не понравилась палетка абсолютно, но, думаю, вы видели, что я здесь работала на карандаше. Понятное дело, что тени из масс-маркета надо, да, на подложки какие-то наносить, однако они потускнели. Здесь я взяла уже праймер Нарс, я не выдержала, но вы не поверите, даже праймер Нарс меня не спас. Я не знаю, что делать. Кстати, подводка, ну как не знаю, что делать, знаю, но мне не нравится палетка. Подводка у меня сегодня вот эта от Стеллари, брала ее сама, Нейкед Роуз коллекция новая, недавно вышла. Нормальная подводка, все у меня окей. Что-то важное хотела сказать, все, блядь, забыла. Здесь у меня каял, сначала я нанесла вот этот, здесь у меня каял от Люкс Визаж, вот этот в оттенке 2. Здесь Golden Rose, ну то же самое, что и на нижнем веке, соответственно. Блеск хорош, однако, вот я его не ощущаю, все хорошо, но я заметила тенденцию небольшую. Вот я думаю, что еще через час, но будет полоска, однако он уже достаточно долго без полоски держится, поэтому блеск хорош, но палетка, тут у меня вот этот металлик коричневый нанесен без клея. Я сегодня что-то без клея работала, но вот этот металлик, который здесь и в этом углу, просто превосходный. Однако ради него эту палетку брать не стоит. Vibes of Universe, она очень сильно пылит, осыпается достаточно сильно. И повторяюсь, да, что с палетками, давайте свочи делать из масс-маркета, надо работать в основном на подложках. Однако здесь хотя бы тушевка была бы нормальная, я бы еще ничего не сказала. 1-2 свочи, как обычно, я не наслаиваю ничего и не перебираю. 1-2 свочи, это значит, что я 1-2 делаю и свочи для вас, пожалуйста, наслаивать я не буду. Прекрасный оттенок, желтый тоже хорош, достаточно пигментированный. Но мне не понравилось именно то, что палетка от светлого к темному работать вообще не хочет, вообще. Хотя вот от оранжевого к желтому, ну, понятное дело, цвета комплементарные, да, ну, рядом стоят, поэтому все с ними хорошо смешалось. Однако я здесь зеленый набивала на праймер прям плотной кистью, тушевала какой-то легкой, пыталась затемнить что-то коричневым. Ой, не получилось. Однако от темного к светлому тоже работать сложно. Она работать так не очень хочет, тени между собой тушуются крайне тяжело. Вот этот металл, он у меня, да, который в центре, он у меня здесь, просто кистью нанесен не пальцем. Цвета очень красивые, но какого-то хера не рабочие. То есть это палетка одного цвета, прям одного. Вот, то есть, почему даже затемняться тени не хотят? Наверное, потому что они очень силиконовые. Сейчас я зеленый еще засвотчу. Ну, крайне зеленый вот этот остался с блесточками. Я вот не поняла. Посвотчу силиконовый, ну-ка, я его еще раз потрогаю. Ну, не очень такой он, прям, уж супер нежный. Я не наслоила ничего. Цвета действительно красивые, такие осенние, осень, осень, красота. Здесь у меня летний макияж получился, но, ребята, один оттенок только берете, и даже затемнить ничего не получится. И если вы от коричневого будете к зеленому работать, тоже ни хера не получится. Я очень этому расстроена. Но не надо, да, меня опять-таки слушать. Это я привыкла затемнять, утемнять, высветлять. Если вы берете один цвет на все веко, вам понравится, потому что в целом тушуется хорошо. Вот я зеленый здесь смогла оттушевать. Ну, просто не ждите, что у вас получится что-то затемнить, сделать что-то сложное. Это максимум, который я вытянула. Ну, и этот глаз, соответственно. До этого, что вышло, вообще была каша. И, опять же, не из-за меня, не из-за кистей. Извините меня, у меня кисти вот сам бьюти. И Анастасия вот эта кисть, у меня их четыре. Ну, вообще-то пять, ну, ладно, четыре. Пятая где-то в палетке, и шестая в какой-то тоже вроде лежит. Я вам скажу, что нет, мне не нравится. Но если вы работаете в технике один цвет на весь глаз, то будет хорошо. Вроде бы я все свочи сделала. Угу, да. Так, гель этот, Фрея Вивер, нормально, а лавель ни о чем. Почему я такая объемная? Палетка работает хорошо, только с одним цветом. Тогда можете ее взять. Что-то более сложное или затемнение какое-то сделать, к моему великому сожалению, не получится. Идем дальше. Вот эти подводки странные. Синюю я вам так и не показала, ну, потому что куда мне ее здесь пихнуть. А зеленая почему-то полупрозрачная. Я их пока что оставлю себе. Пусть они постоят, как надо, фетром вниз. Потом гляну, быть может, будет получше. Гель доброведно, значит, нет. Ну, вообще ни о чем мне не понравился. Тон хороший, однако оттенок 0,4. Мне нравится его подтон, он не желтый. В этом плюс огромный лавель. У меня уже половина использована, он достаточно стойкий. Я его тестировала без праймера. Сейчас покажу, как носился. Ребята, я самая умная. Я начала уже смывать макияж. И только потом до меня дошло, что я не сняла, как носился тон лавель. Я вообще удивлена, на самом деле, что я почти не сияю. Я надеюсь, что я на контрасте, ну, и на монтаже вставлю, как носились другие тона. Ребята, сегодня тестирую тон релуи. И это ужас. Как вот этот. Я стерла вот так глаза. Я начала смывать, потому что у меня сейчас нет воды. Я обычно, ну, сразу же иду, смываю все, да. А тут решила мицелляркой сначала, а потом уже пойти воду нагреть. И, в общем, тон носится шикарно. Но у меня кожа нормальная, в принципе. Я сегодня красилась два часа, потому что у меня мигрень. Она красилась где-то к двум часам. Сейчас примерно одиннадцать. Я считаю, что очень хорошо носится. Вообще шикарно. Приношу извинения за вот это вот все. Но тон, ну, за двести рублей. Не носится, как Skin Evolution от Luxe Visage. Тон начинает сиять. Этот, как был сухой, так и остался. Ну, вообще, просто шок ученые обнаружили. Мне понравился. Хороший тон. Ничего плохого про него сказать я не могу. Тушь тоже, кстати, понравилась. Она раскрасилась. Потому что первый раз, когда я пользовалась, что-то я не поняла. Или я путаю тушь с гелем для бровей. Но она хороша. То есть первый раз как-то не очень сработала. А сегодня прям прокрасила. Но я бы не советовала в два слоя наносить. Потому что в два слоя, как вот здесь у меня, ну, не видно. Она мне резь не как-то уплотнила. Они стали такие тяжелые. Ну, я это не ощущаю. Но внешний вид такой не очень. Однако мне понравилось, как она с нижними сработала. Поэтому тушь хороша. У меня это Lovell, соответственно, Collection. Три в одном. Три в одном. Окей. Хорошая. Тут просто три в одном на английском и три в одном цифрами. Поэтому, ну, да. Хорошая тушь. Еще здесь, кстати, щетка такая интересная. Она изогнутая. Внизу длинные эти щетки. А вот на изогнутом пространстве короткие. Мне понравилась. Нормальная тушь. Пудра, конечно же, да. Но вот с оттенками я понять не могу, что не так у Lovell. Это у меня оттенок 02 розовый. Но когда она мне пришла полтора года назад, ладно. Я подумала, что она будет очень темная. Однако нет. Посмотрите. Я сейчас не сильно загорелая. Такой у меня средний оттенок. Но пудра достаточно светлая. Хоть и кажется темной. Тон также. Ну, у меня белое лицо. Хотя это 04. Блеск, да. Блеск понравился. У нее такие зеленые блесточки. У меня оттенок 3 по моей памяти. Мне не нравится, что нигде нет вот здесь обозначений какой-то оттенок. А если я потом захочу вам показать и забуду, что это третий тон, что делать? Не знаю. Приятный. Мне нравится. Он чем-то, кстати, похож на мой любимый блеск от Vivienne Sabo. На попу не сильно похож, который из новой коллекции. Вот это что-то там какой-то Afternoon Glow. Я забыла. У меня был уже обзор на вот этот от Vivienne Sabo. Perle de la Mer. И мне нравится. Такой глянцевый, приятный, симпатичный. Не плотный. Если вы любите плотные блески такие, например, как у Джеффри, то здесь не такое. Здесь средняя текстура. Лароса затесалась. Лароса вообще, ну, не сильно... А, я тут стирала, поэтому сюда можно не смотреть. Не сильно потускнел, как будто немножко впитался, уселся. В последнее время часто замечают за хайлайтерами из масс-маркета. Но данный достаточно красивый. В нем сколько граммов я забыла? 9. Crystal Bomb Baked Highlighter. Очень симпатичная штука. Не путать, пожалуйста, с Diamond. Потому что тот немножко как такой желейный, да, его сравнивают с Fenty. Но у меня он был два раза, и я не могу найти. Первый раз я покупала в 20-м году или в 21-м, а второй раз вот недавно. И куда делся, не знаю, но благо этот нашла, очень мне нравится. Румяна сильно пигментированные, это плюс. Но тушевать их, это просто нереально. Может, надо кисть побольше брать. Однако у меня все румяна всегда вот этой кистью, флаффи, вот не бледная, всегда наносились хорошо. Что с этими, не так, не знаю, залипают. Однако, если для вас это не является проблемой, то они вам понравятся. Учтите, что у меня еще было лицо вообще-то в пудре. Почему они залипли? Я не знаю. Стик. Стик. Так, у меня их два теперь. Спасибо, Лавель, что отправили мне его. Я бы его советовала, но не оливком. Если вы холодные, загорелые ребята, то да, на мне он выглядит откровенно красным. Сегодня теплинку выдал, но, ребят, я тестировала, отвечала, он на мне красный. Он очень пигментированный, достаточно темный, и есть только один оттенок, это 0... Почему здесь написан оттенок 0,6, а на блеске нет? Неприятно, конечно, но стик хорош, пигментированный, тушуется так вот с натяжкой, почти как Кевин Аквон Аква. Но тот не такой пигментированный. То он у меня сегодня был не самый фиксирующийся, ну, вот этот Лавель, да? И все равно тушевалось с натяжкой, поэтому можете взять, если любите пигментированные стики. Я бы, наверное, не стала второй раз покупать, только потому, что он на мне красный. Хотя я загорелая. Я не знаю, в чем его проблема. Если он у вас есть, кстати, дайте знать, пожалуйста, потому что это достаточно популярный стик. Этот трэш я вам, конечно же, советовать не могу. Напоминаю, что тут бронзер от Physicians Formula, это праймер Джом, там Джом, здесь Джам, не здесь, к сожалению. Хороший, видите, у меня сколько использовано, достаточно много. Нормальный увлажняющий праймер, ничего плохого в нем нет, как увлажняющий крем, но будьте осторожны. Возможно, на него есть подделки. Бренд Лавель, бренд Лавель. Мне приятно, что они мне отправили вот эту пиар-рассылку. Грущу, конечно, что я раньше этот видос не сняла, однако, чтобы одно я могла советовать, именно от Лавель. Да, Ларосу сейчас не берем, она тут немножко пришла к нам. Тон, мне все еще тон нравится однозначно. И вот эта пудра, две хорошие вещи у Лавель. Лавель, стик краснит на мне, опять же. Блеск очень понравился. И тушь вот эта, три в одном. Меня больше всего расстроила, конечно, палетка. Что, ребята, у вас есть от Лавель? Можете, что-то на обзоры докуплю. Быть может, хайлайтер у них хорошее? Я не знаю. Какой глаз вам нравится больше? Мне все-таки вот этот. А этот какой-то слишком жизнерадостный. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо, понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставьте лайки, оставьте очень-очень приятные комментарии. И также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм, потому что там весело и весело и весело. Понятно, блять. Подписывайтесь, пожалуйста. Всех люблю. Всем пока. Однако, после того, как я... Однако, после того, как... После того, как я... После того... Пудра, которую я брала на Вайлдбридс, пришла разбитая. Все еще та же самая пудра, которая пришла... Та же... Та же пудра, что и была в видосе про самую дешевую косметику. Разбитая. Let's have a toast. I love pussy the most. Ну, намывается, намывается. Boba Nater. Не торопись, моя хорошенькая. Все успеется. Их тоже несколько у Ларе... Кот на стуле лежит. А я вот сижу. Футболочку такую себе прикупила. По отзывам было сказано, что она типа oversize идет. Тут волос какой-то. Отлично. Ничего ни разу не oversize, блин. Она мне размер в размер. Это... L? Угу. Не знаю. Такое себе. Я так ожидала, что она большая будет. Но там дама писала. У нее, наверное, размер XS. Понятное дело, что она не еле будет oversize. Ну, ладно. Че? Пойду я. У!